Привет, я Ричард и это канал бренда Мастеровс.мид. И это видео является продолжением нашей рубрики, в которой я вам рассказываю о тех или иных трендах в одежде. Так как лето уже подходит к концу и приближается осень, я решил разобрать, что сейчас самое актуальное на эту пару года, что стоит носить и какую одежду покупать. Но я все же слегка изменил этот формат, теперь вместо того, чтобы рассказывать вам о трендах, что я замечал сам, мы будем теперь разбирать некоторые модные показы на этот сезон, выявлять из них какие-то тенденции и особенности, а дальше я уже буду добавлять что-то от себя. Вообще такие ролики не наполнишь прям до краев информацией, так как то, что сейчас актуально, оно было актуально и в прошлом году, все же тренды настолько быстро не меняются, а если и меняются, то в каких-то мелких деталях. И в этом видео мы и будем разбирать эти самые мелкие детали, какие-то небольшие нововведения в трендах на эту осень. Для начала я бы хотел разобрать показ Луи Виттон. И что же я там заметил? Так это, во-первых, приталенная одежда. Я сам, кстати, замечал, что этот тренд начал набирать все большие обороты. Не знаю, насколько такие вещи можно легко сочетать с другой одеждой, но некоторые образы с притальным верхом выглядят весьма себе неплохо. Еще что заметил, так это большое количество верхней одежды с принтами. Вот особенно мне понравилась вот эта куртка. Также и большой акцент на плечи. У них он практически в каждом образе. Если быть честно, мне не особо понравился этот показ. Как по мне, он достаточно безвкусный. Что только стоит, вот когда так вот носят кепки. Или вот этот образ. Так что давайте посмотрим, что нам посоветуют надевать другие модные дома. И следующий у нас показ уже от Dior. И тут я заметил, на мой взгляд, уже больше трендов, чем в прошлом показе. Вот, к примеру, приталенное длинное пальто на поясе, которое сейчас очень актуально. И в этом же образе есть еще один трендовый аксессуар. А именно, берет на голове у модели. Очень, на мой взгляд, интересный и актуальный головной убор. Он классно смотрится практически на всех парнях. Самое главное, конечно, подбирать под него правильно аутфит. Так что, если вам надоели привычные шапки, а осень холодная и голова мерзнет, то берет станет отличной альтернативой. Стильно еще смотрятся варианты из кожи. Еще я заметил в этом показе обилие укороченных курток. Мне лично очень нравится такой крой. И на осень, скорее всего, я буду себе искать именно такие варианты. Так, а дальше кто у нас? Правильно, Рик Оуанс. Давайте разберем, что он нам посоветует. Как видим, у Рика в трендах вот такая лампа на голове. Если вам надоели такие лампы, и вы хотите освещать вокруг себя гораздо большее пространство, то вот как вариант двойная лампа на голове. Если в вашей деревне мало света, и ничего не видно, вы не только будете выглядеть восхитительно, но также будете освещать улицу, и все прохожие будут вам благодарны. Ладно, что-то меня не туда потянуло. В общем, даже в его модных показах можно четко отследить акцент на плечах и приталенность. Но, как мне кажется, все же его показы не предназначены для того, чтобы из них выстраивать какие-то тренды и прочее. Да вообще, вроде как из модных показов основные тренды я уже выделил. Так что можем уже переходить к тому, что я заметил сам. В первую очередь, это то, что сейчас наиболее актуальными стали вещи из кожи. Кожаные куртки, плащи, а также сумки из кожи и другие элементы одежды. Кстати, если вдруг вы хотите себе купить какую-нибудь сумку из натуральной кожи, то я обязан вам посоветовать наш интернет-магазин. Мы изготавливаем сумки из натуральной кожи в Беларуси, и используем при их создании самые лучшие материалы, что только смогли найти. Также дизайн полностью у каждой модели разработан нами. Ссылку на сайт и инстаграм я оставлю в описании под этим роликом. Доставка по всему миру, также есть оплата при получении. Еще что я заметил с трендов, так это дутые оверсайз-пуховики. В целом, ничего нового, они были актуальны еще и в прошлых годах, но сейчас этот тренд стал более гипертрофированным. Те пуховики, что сейчас самые актуальные, они действительно огромные. Но также сейчас вполне можно носить и обычные дутые оверсайз-пуховики с прошлых годов. Что мы могли увидеть на тех же модных показах, что мы разбирали в начале, так это еще один тренд на незаправленные рубашки. Я замечал несколько образов, где рубашка торчит из-под чего-то, либо из-под куртки, либо из-под свитера. И как я вычитал, это сейчас тоже очень актуально. Что касаемо брюк, также сейчас актуальны широкие и большие брюки. Неважно, со стрелкой или без. Обязательно такие брюки должны быть в пол, то есть чтобы они не были короткими. Но если вам такой вариант не подходит, то все со штанами, как и прежде. Актуальны штаны прямого кроя, немного зауженные. Также классические, джинсы. Это все никуда не делось, и это все тоже можно носить. Но вот сейчас варианты очень широких брюк, это прям тренд. Это можно даже отследить по тем показам, что мы видели. Как вы могли заметить, тут я не говорил про обувь. Мне кажется, это тема уже для отдельного ролика, который я обязательно выпущу в этом месяце. Подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить этот и многие другие ролики. Всем спасибо за просмотр и всем пока.